Романтик белорусской рок-сцены Я знаю, ты со мной всегда Расскажет про чувство полета Это прыжок, мечта, вдохновение, ну и, конечно, любовь И съемках клипа на Бобруйской крепости Там есть такой момент, где у меня волосы начинаются все с короткой стрижки и превращаются все в длинную стрижку Поприветствуют бобручан из Италии Сейчас я наконец-то в городе Неаполе и хочу с вами поделиться хорошей погодой Море Один день Это моя третья режиссерская работа И я сыграл там еще как актер главную роль И единственный диагноз Получать жизнедовольствие, делать добрые поступки, быть на позитиве Смотрите прямо сейчас Вспоминаю все твои слова О боже, как же ты была тогда вправо Но не могу я взять и все забыть Я продолжаю тебя любить В эту музыкальную аудиторию мы еще вернемся, а пока на часах 11.30 Талантливый исполнитель, наш земляк Артур Акуневич, направляется в отдел телерадиовещания Сегодня я приехал в Бобруск и иду в гости на радио Зефир Вокалист самой, пожалуй, лирической группы белорусской рок-сцены под названием «Чувство полета» только что приехал из Италии и сразу, как говорится, с корабля на бал За неделю, проведенную там, набрался новых впечатлений, которыми сразу же поспешил поделиться с нами Я был на юге Италии, конечно, постоянно видел вулкан Везуи, о котором, наверное, знают все школьники, что произошло в городе Помпея И вот он постоянно за мной следил, конечно, я даже вот когда сегодня ночью мы ехали по Беларуси, мне казалось, что где-то я вот вижу эти горы и вижу этот вулкан Везуи К слову, по моей просьбе Артур записал приветствие для бобручан во время пребывания в стране Солнца, Море и Любви Сделал он это с большим удовольствием Бонжор! Дорогие бобручанники, передаю вам привет с солнечной Италии Сейчас я наконец-то в городе Леаполе и хочу с вами поделиться хорошей погодой, морем и прекрасным журналистом Мне удалось на пару дней буквально вырваться, съездить отдохнуть, побыть с друзьями на отдыхе Конечно, хорошо, тепло, солнышко, море, я набрался положительных эмоций Соответственно, я надеюсь, что этот позитив, который сейчас я приобрел, он традиции в дальнейшем на творчестве Будем дальше работать и радовать наших слушателей новыми песнями Артур Акуневич, лидер группы «Чувство полета» Родился в 1987 году в городе Лиде, но с самого детства и до окончания школы жил в Бобруське Затем переехал в Минск Закончил музыкальную школу номер 2 имени Аловникова по классу «Контрабас» Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное управление и право» Квалификация «Юрист» Музыкальную группу основал в 2010 году За это время коллектив выступил с концертами во многих городах Беларуси Выпустил дебютный альбом под названием «Я знаю, ты со мной» Снял 6 клипов, стал обладателем музыкальных наград Сегодня песни «Чувство полета» активно крутятся на главных радиостанциях страны А их клип можно увидеть на белорусских и российских музыкальных каналах Сегодня мы покажем один день из жизни самого романтичного и искреннего музыканта Без ретуши, купюр и фильтров И вместе с ним испытаем чувство полета Из столицы в родной Бобруйск музыкант приехал, чтобы презентовать землякам новый видеоклип под названием «Люблю тебя» С каждым днем он набирает просмотры и пополняет плейлисты самого разного слушателя Сам трек Артур Акуневич презентовал еще осенью, однако видеоверсия появилась совсем недавно Люблю тебя, помнишь, мы так хотели Сходи с ума, плавно двигаться в цели Упасть в облака, под одним одеялом Всего лишь быть рядом Песня «Люблю тебя» была написана в сентябре 2018 года Несомненно, эта песня про отношения, про любовь, о чем говорит само название данной композиции Про те отношения, которые имели быть место в моем жизни К сожалению, эти отношения уже закончились, но, соответственно, эмоции и воспоминания, конечно, переросли в композицию, в эту песню Съемки проходили в Минске на протяжении четырех месяцев Ролик получился насыщенным, в него вошли сразу несколько сезонов года За этот период режиссер, которым выступил сам Артур, показал яркие отношения между молодыми людьми и происходящую размолвку Он же исполнил в клипе главную роль, а возлюбленной его героя стала актриса Анастасия Лосева «Роглянись, с тобой здесь одни, этот мир придумали мы, я хочу тебя нежно обнять, не отпускать, слышишь, не потерять» Это моя третья режиссерская работа, я выступаю как режиссер-автор идеи, и операторская работа, и монтаж Николая Сачи, вот у нас с ним, это уже вторая работа, первую работу мы снимали в городе Бобруске на Бобрусской крепости в 2016 году на песне «Хелп». Кстати, о песне «Хелп». После выступления на радио «Зефир» мы с Артуром прогулялись к одному из бастионов Бобруйской крепости, где и проходили съемки клипа на эту красивую композицию Замедляю год оставшихся минут на губах, ловлю последствия секунд Это первая режиссерская работа нашего героя, в ней лидер группы «Чувство полета» показал жемчужину города не только с высоты, но и вложил в идею особый смысл Песня получилась с нотками драматургии и меланхолии Я вот помню, когда ходил на канал «Беларусь-1» презентовать эту песню и клип, было написано, мне очень понравилось, было написано, что музыка сквозь время, на самом деле это так, музыка сквозь время И вот то, что у меня в клипе растут волосы там быстро, да, это показывает тот момент, насколько на самом деле время скоротечно и как оно быстро пролетает, что мы даже этого не замечаем Здесь три минуты мы даже этого не замечаем, насколько оно от нас уходит И этот солдат, который появляется в кадре, он тоже по прошествии долгого времени просто приходит сюда, просто увидит то, что сейчас произошло с крепостью Потому что когда служили тогда солдаты, совсем была другая крепость, совсем было другое предназначение Артур признается, военная цитадель – его любимое место в Бобруйске и при каждом посещении родного города он стремится побывать здесь и окунуться в воспоминания о милых детских годах Мне хотелось бы, конечно, эту крепость запечатлеть в кадре, потому что я прекрасно понимаю, что сейчас она, к сожалению, разрушается Я хотел бы зафиксировать хотя бы в том виде, в котором она есть сейчас, потому что я не знаю, что будет потом, что потом с ней случится Поэтому для меня это история, и я хотел эту историю зафиксировать непосредственно в нашей работе К слову, военная романтика манила нашего героя со школы Будущий сыном замполита, он нередко проводил время в зенитной ракетной бригаде, где служил его отец и вполне всерьез задумывался о карьере военнослужащего Я с самого детства ездил на стрельбище, тут же на территории 147-й ракетной зенитной бригады соседской Там есть тир, где мы тоже, ну, правда, один раз, но мне удалось пострелять из пистолета Макарова Вот, и, ну, уже потом, в последующем, уже более в таком взрослом, осознанном возрасте, мне почему-то, да, музыка все-таки надо мной взяла пререгативу Вот, и я захотел серьезно заниматься музыкой, потому что, видимо, ну, мне это стало то ли больше получаться, лучше получаться То ли я просто, как бы, захотел сделать какую-то, ну, вот, скажем так, музыкальную историю свою, да, вот И уже в последующем группу «Чувство полета», чтобы, ну, что-то после нас тоже было, скажем так, искусство Это замечательно, это круто 14.00 после прогулки по крепости мы с Артуром Акуневичем заглянули в Ленгородок Здесь, в этом дворе Потухачевского прошли детские годы нашего героя И именно здесь он впервые взял в руки гитару и наиграл музыкальные аккорды Тогда ему было всего 6 лет Тогда я понял, что мне этот инструмент приятен, и что мне хочется продолжать обучение уже более профессионально и заниматься дальше Самое, что интересно, что мои родители, они заметили увлечение сразу в моей музыке То, что у меня есть вот к этому желание, потребность И ко мне, я помню, подошел папа и говорит Может, ты хочешь, ну, в музыкальную школу поступить, заниматься обучением игры на гитаре Вот, и я сразу не думал, сказал, да, это было бы здорово Следующая и завершающая локация нашего маршрута с романтиком белорусской рок-сцены Школа искусств имени Ловникова, которая и стала отправной точкой в его музыкальной карьере Вот Артур заглядывает в кабинет к своему преподавателю Валерию Наркевичу Здравствуйте, Валерий Михайлович Добрый день Да, много времени прошло на самом деле Вслед за теплым приветствием пойдут разговоры по душам Музыкант расскажет своему педагогу про творческие успехи и выход нового клипа А затем сыграет акустическую версию песни «Люблю тебя» Любовь идет от сердца до тебя Хвастнить станка ты очень мне нужна Артур был прилежным учеником Занимался он заинтересованно Ему нравилась музыка, потому что это очень редко Потому что в классе, ну здесь у многих в классе человек 10-15 А настоящих любителей музыки всегда единицы только А поэтому Артур всегда занимался с интересом Ну нравились группы вот эти все российские Машина времени, мы играли эти песни Пи-2 он любил, тогда они только вот начинали Артур говорит, Валерию Михайловичу удалось зажечь искру в нем Тогда еще совсем в ребенке И привить огромную любовь к музыке Именно он и дал ему толчок тому, чтобы творить Для музыканта важно, что педагог всегда строил свою работу с воспитанниками По принципу свободы и помогал каждому всесторонне развиваться Впрочем, так происходит, конечно, и сегодня Это, наверное, одно из самых замечательных периодов в моей жизни Потому что, ну, во-первых, это беззаботное наше детство, да, скажем так Во-вторых, всегда музыка, которая тоже сказывалась очень хорошо, позитивно И на твою энергетику, и на твою жизнь, и как-то на твое влияние, стремление к чему-то Вот, и, конечно, Валерий Михайлович, человек, который провел со мной 5 лет В таком тесном, да, два раза в неделю мы, Валерий Михайлович, встречались В такой тесной связке мы с вами постоянно виделись Я был ученик приметный, не пропускал занятия, всегда приходил Я даже не помню, чтобы я на больничных каких-то был Всегда два раза в неделю мы с Валерием Михайловичем В второй или четверг вроде у нас как-то так А в пятницу у меня был софель же Мы всегда так вот виделись постоянно Валерий Наркевич с большим интересом следит за творчеством своего ученика И радуется, что он нашел свою нишу и призвание Все эти годы они не теряют связи и поддерживают тепло отношения в интернете Я уважаю всех людей, которые выходят на сцену, которые что-то делают Потому что еще у каждой музыки есть свои любители и свои фанаты Поэтому у каждого стиля, у каждого должен быть свой слушатель И я вижу, что у Артура есть свой определенный слушатель Потому что нельзя сказать, что эта музыка плохая, а эта музыка хорошая Мое мнение, музыка та хорошая, которая доходит до сердца, до души человека Поэтому если она доходит какой-то отзыв в человеке, значит я считаю, что эта музыка очень хорошая Музыканты чувства полета, участники многочисленных конкурсов и обладатели премий Команда выступала на одной сцене с популярными группами Айова, Би-2, Вопли Ведоплясова, Энимал Джаз, группировка Ленинград А начиналось все почти 10 лет назад Именно тогда Артуру удалось собрать команду единомышленников и создать группу Название родилось очень лиричное Я тогда жил в Минске в общежитии, я зашел в комнату к своему другу И говорю, слушай, помоги, может ты что-то можешь посоветовать Знай меня, может есть какие-то тоже у тебя, скажем так, ассоциации с чем-то Он говорит, слушай, Артуфлай Я говорю, нет, давай на русском Не хочу ангельское название Он говорит, ну искусство летать, искусство полета Я говорю, давай сделаем чувство полета Как тебе? Он говорит, ну в принципе неплохо Вот у меня название, чувство полета Оно мне понравилось, оно придет какой-то романтизм Где-то какой-то экстрим, где-то влюбленность, любовь Поэтому вот у меня вот это вот объединение Вот это вот разных, скажем так, стихий Мне оно очень нравится в этом названии Уникальность этой группы в определенном романтизме и искренности Артур не скрывает, каждая его песня А именно ему принадлежит авторство всех композиций Пропущено через душу и отражает личный опыт музыканта Я знаю, ты со мной всегда Ты где-то рядом Твоя любовь спасет меня В далеких странах Каждая моя песня, она кому-то посвящена Вот, и это и про любовь, и про друзей И вообще про какие-то жизненные обстоятельства, скажем так Течения и какие-нибудь, может быть, внутренние убеждения, скажем так Поэтому, да, я считаю, что правильно писать о том, что ты чувствуешь Не придумать какую-то историю и никого не стоит обманывать У группы пока вышел единственный альбом под названием «Я знаю, ты со мной» В него вошли 14 треков, но уже сегодня идет подготовка к новому Его рабочее название «Моя звезда» Планируется, что поклонники оценят альбом в следующем году Для каждого из нас чувство полета – это что-то свое, личное Артур Акуневич убежден Важно почаще дарить себе приятные эмоции, мечтать и, конечно же, любить И тогда наша жизнь будет играть яркими красками Я Людмила Любимцева Через неделю новый герой, новая история и тот же диагноз Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok